В прошлом году Андрею Макаюнку исполнилось 100 лет, а в этом году учреждения культуры отмечают столетие Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Сотрудники Музея Дворцово-паркового ансамбля совместно с областной библиотекой имени Ленина и Домом-музеем Ивана Мележа в агрогородке Глинище подготовили интересные и малоизвестные факты о творчестве известных земляков. Литературный ликбез Викторину сменила презентация электронного краеведческого проекта «Андрей Макайонок. Человек-драматург-мастер». Кроме того, во Дворце Румянцевых и Паскевича открылось две экспозиции. Выставка в музей на заслуженный отдых рассказывает о новых экспонатах, которые поступили за 2020 год. Они передавались в дары семейных архивов, приобретались, а также были найдены сотрудниками музея во время раскопок и при обследовании домов, предназначенных под снос. Часть экспонатов были конфискованы Гомельской таможней у контрабандистов. Традиционно коллекцию современного изобразительного искусства пополнили произведения известных художников Беларуси. Заняли свое достойное место в выставочных залах и предметы, побывавшие в руках реставраторов. Вторую экспозицию посвятили трём основоположникам Гомельской художественной школы – Борису Звиногродскому, Акиму Шевченко и Виктору Казаченко. Они были не только признанными мастерами своего дела, но и оказали профессиональное влияние на других художников. Помимо живописи, Звиногродский работал художником кукольного театра и сценографом народного артиста БССР Александра Рыбальченко при ДК «Железнодорожников». Коллега Звиногродского Аким Шевченко работал руководителем и инструктором в Доме народного творчества. А его самый известный ученик Виктор Казаченко возглавил и за студию при Дворце «Железнодорожников» после ухода Звиногродского. Также на этой неделе в социальных сетях Дворца стартовала новая рубрика «Музейный глоссарий». Она познакомит вас с предметами и персоналиями, названия которых звучат необычно и непонятно для большинства людей. Так постепенно в алфавитном порядке вы сможете узнать, что такое Арзрум, Бивак и Жерандоль. Гомельский областной драматический театр представил первую премьеру этого года трагикомедию «Загадочный визит» Фридриха Дюреммата. По сюжету в небольшой город, который находится в упадке, приезжает его уроженка, ставшая миллионершей. Когда-то из-за клеветы женщине пришлось уехать, а сейчас горожане ждут, что Клара возродит родные места. И действительно, она готова вложить большие деньги в процветание города, но взамен требует вернуть ей возлюбленного. Исповедь на грани триллера. В Центре инклюзивной культуры в Гомеле прошла премьера камерного спектакля по пьесе Сергея Потапова «Фемина Максиме». Он рассказывает о судьбе женщины, пострадавшей в автокатастрофе. Ее жизнь полностью меняется, и героиня постепенно сходит с ума. Она сопротивляется безумию, но совершает ужасные поступки. Главную роль в постановке исполнила актриса с инвалидностью по зрению Дарья Дорошко. Обзор для вас готовили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. И помните, культура обогащает человека.